Здравствуйте, ребята! Рада приветствовать вас на уроке Родина-Ведения. Тема нашего урока – рассказы и легенды о нашей Земле. Сегодня на уроке вспомним о реках и водоёмах республики, познакомимся с легендами и рассказами о нашей Земле. Послушайте стихотворение о нашем родном крае. Тут поток блестит меж гор, там цветов, лугов простор, и куда не кинешь взор снеговых вершин дозор. Хороша моя земля! Хлопок белый наш белей белоснежных лебедей, яблоки, глядя цветвей, вдаль пшеничных полей. Хороша моя земля! Мы умеем труд ценить, рады мы своим делам, край кыргызский полюбить. Приезжайте в гости к нам, хороша моя земля! Наряду со стихами есть множество кыргызских пословиц о родной земле. Кто о земле заботится, о том земля позаботится. Земля хоть и кормит, но и сама есть просит. Мы сегодня отправимся с вами в удивительное путешествие по земле наших предков и поговорим о легендах кыргызской земли. Что же означает слово «предки»? «Предки» со старославянского «передо мной идущий». Люди, предшествующие покровному родству, старшее поколение по отношению к младшему. Синонимы. Деды, отец с матерью, отцы, прадеды, праотцы, предшествующие поколения, родители, старики. Наша страна славится своими реками, озерами, родниками. В каждой долине есть реки, стекающие с высокогорных ледников. Сливаясь вместе, они образуют большие реки. Таких рек в Кыргызстане немало. Например, Нарын, Чу, Карадарья, Акбура, Джазы, Кокомерен и другие. Восемьдесят рек и речек впадают в озеро Иссыкуль. Из него не вытекает ни одна. В Кыргызстане есть знаменитые горные озера. Иссыкуль, Чатыркуль, Сонкуль, Сарычелек. Неповторимые по своей красоте. В Центральной Азии среди высоких гор, подпирающих небо и прозванных за это небесными, которые мы знаем под названием Тиньшань, таится чудесное сокровище. Называют его не иначе, как Голубая жемчужина. Речь идет о самом крупном в мире соленом горном озере. Озеро Иссыкуль, что в переводе означает Горячее озеро. Одна из легенд об озере Иссыкуль. Называется она Кунгей и Тискей. Прекрасное Кыргызское озеро Иссыкуль со всех сторон окружено горами. Два красивых хребта Северный и Южный называются Кунгей и Тискей. Говорят, что когда-то давно жили здесь два джигита. Их так и звали Кунгей и Тискей. Полюбили они красавицу Иссык. Оба хотели на ней жениться. А она никак не могла решить, кого выбрать. Тогда они вышли на поединок. Девушка не хотела, чтобы джигиты дрались из-за нее. Она встала между ними. Но Кунгей и Тискей не отступали. Они грозно смотрели друг на друга и громко дышали. Иссык заплакала и превратилась в озеро. А джигиты окаменели, но до сих пор не могут успокоиться. Как как только они начинают волноваться из-за Иссык, на озере поднимаются волны. Кыргызстан – это страна бескрайнего естественного великолепия горных вершин, окутанных кристально чистым воздухом. Эта страна с неповторимым среднеазиатским колоритом, включающим в себя множество живописных горных озер и рек и скал, вечно покрытых снегами. Окруженной горами в Оржской области расположен город Ож. В центре города Ож находится Сулайман-гора или трон царя Соломона. Гора овеяна множеством легенд, отсылающей в библейское прошлое. По одной из них на горе побывал мифический царь Соломон, известный в исламе под именем пророка Сулаймана. А дело было так. Как-то пропустил Соломон Сулайман очередную молитву, чтобы загладить свою вину перед Всевышним. Принес он жертву почти весь свой табун лошадей. счел Всевышний этот сомнительный поступок за достойный подарка огромного трона, поднять который могли пятьсот джинов. Они и доставили пророка на понравившуюся ему пятиглавую гору в Ферганской долине. только чего-то не хватало для полного счастья. Увидав вдали озеро, повелел пророк сделать так, чтобы к подножию горы текла река. Разворотили джины камни, проделав русло, и из озера хлынула пенистая вода к горе, где восседал на троне довольный собой Сулайман. Одним из самых древних и притягательных архитектурных памятников Кыргызстана является Кумбес Манаса. Средневековое сооружение датируется учеными 1334 годом, то есть XIV веком. Это историческое сооружение с богатой историей, расположенное на великом шелковом пути на территории Кыргызстана. Кумбес находится в 22 километрах от города Талас. на северо-востоке подножия горы Корол-Чуку. История возникновения данного сооружения загадочна и покрыта тайнами. Если верить одной легенде, то в одном из самых красивейших мавзолеев захоронен сам народный богатырь Манас. Говорят, что мавзолей воздвиг сын Манаса Симитей. Существует еще одна очень известная среди кыргызов легенда о знаменитом русском путешественнике Пржевальском. По легенде русский натуралист во время своего путешествия по Кыргызстану помог пастухам убить орла, который уничтожал их стада. В память об этом кыргызы установили убитого орла на его могиле, а в клюве у него оливковая ведь, как символ мира и благополучия. Телеурок Таким образом, мифы и легенды по-своему отражают мысли, надежды и историю каждого народа. Они пробуждают веру в людях, а также помогают пусть и в сказочной мифической форме помнить о своей истории. В кыргызской мифологии и легендах отражены почтение и уважение народа к своим героям и любовь к своей стране, ее природе и ее истории. Кыргызстан неповторим и прекрасен, имеет свою историю, культуру, традиции, обычаи, язык. Поэтическое наследие народа содержит немало завораживающих картин красоты родной земли, ее безбрежных просторов, белоснежных громадных гор, лазурных гладий озер. Народная память хранит и передает из поколения в поколение славные и трагические события в жизни кыргызского народа. На уроке мы вспомнили о реках и водоемах республики, познакомились с легендами и рассказами о кыргызской земле, расспросите у взрослых, какие еще легенды они знают о кыргызской земле. Поделитесь с ними своими знаниями. А я прощаюсь с вами. До свидания, до новых встреч! До новых встреч!